Свою королеву красоты выбрали казанские любители экстремальных видов спорта. Для участия в конкурсе достаточно было разместить в группе «Экстрим Фактор» в социальной сети фотографию, подтверждающую, что дама действительно спортсменка со стажем. Призовой фонд составил 100 шоколадок, но сладкие подарки получила не только победительница. Профессия журналиста была признана экстремальной, и наша съемочная группа тоже оказалась в числе награжденных, хоть и вне конкурса. Что будет делать самая экстремальная девушка Казани с полным рюкзаком шоколада, она рассказала Алене Деминой. Перед самой церемонией награждения финалистки любовались на плитке шоколада на столе, увенчанной розами. Победительницы вручили самую увесистую и сладкую стопку из 50 шоколадок. Уложить их в рюкзачок дело не менее сложное, чем украшение велосипеда. Но для девушки, за которую проголосовало почти тысяча человек, и это не проблема. Все на самом деле очень переживают, потому что думают, что их всех собираюсь кушать я. Но это не так, конечно. Я всем обещала, всем, кто будет голосовать, всем будет поддерживать. Всем при встрече обязательно, если кто-то попросит, я обязательно дам шоколадку. Я буду возить их с собой в рюкзаке, когда буду кататься и буду всем раздавать. И даже если у меня не закончится, допустим, если человек действительно настаивает и хочет шоколадку, я пойду и куплю ему. Всего четыре дня назад группа «Экстрим Фактор» разместила объявление в социальной сети. К Международному и женскому дню организован конкурс «Казайн Уинтер Экстрим Гелл». Отозвались восемь участниц. Конкурс начался довольно-таки вяло, потому что не было фотографий на протяжении часа, наверное, полтора. Потом закинули фотографию одну, ближе к вечеру. Вот, в принципе, с этого все и пошло. Там девушки закинули свои фотографии, за них начали голосовать. За второе место приз составил 30 шоколадок, за третье и четвертое по 15. Портит сладкую фигуру или нет, сегодня барышни не задумывались. Праздник. А победительница всем остальным видом транспорта предпочла свой любимый двухколесный. Так и отправилась домой. Здоровый образ жизни он и 8 марта здоровый. Алена Демина, Рустем Залилиев, Столица.